здравствуйте коллеги с вами исаков роман компания адмиралс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня понедельник поэтому мы как всегда обсудим те события которые нас произошли на неделе предыдущие разберем что ждет на предстоящей неделе я поговорим о том как ведут себя фондовые индексы что беспокоит инвесторов и в конце также мы разберем ряд компании которые просели в ходе текущего сезона отчетов и которые могут стать неплохим вариантом для добавления в инвестиционный портфель но начнем мы как всегда с важных событий ну а прежде чем мы к ним перейдем не забудьте поставить лайк этому видео и вопросы конечно как всегда оставляйте в комментариях а во-первых важно отметить то что сейчас пожалуй самое ключевое событие до самой ключевой вещь который беспокоит инвесторов это рост инфляции она в данном случае уже меня подрастает до размера 6 2 процента это октябрьский сипе и соответственно уже гораздо она выше чем закладывалась фрс поэтому здесь верят вероятен риск начала повышения процентных ставок уже можно начаться раньше полу уже говорил по поводу смысле сворачивания дня политики куи да те темпы которые были им озвучены на предыдущем заседании это также ну на тот момент не сильно не напугало инвесторов мы все равно увидели перехай по индексам и соответственно сейчас уже новые поступления новой информации дают о себе знать соответственно в этом связи мы видим коррекцию также по ключевым индексом поэтому сейчас этот момент тоже важно держать в фокусе внимания и по кличке на следующем заседании фрс уже могут быть объявлены те действия которые фрс очередь будет также и принимать а у нас идет также сезон отчетов и здесь в этой связи то есть принципе компании отчитываются в общей своей массе довольно таки неплохо но опять же есть ряд компаний которые после отчетов сильно проседают и мы видим очень большие как раз разрыва между там днем до отчета и после него то есть это произошло тоже по ряду компаний и что еще интересно да вот та информация которая была подготовлена сайте факт сет это упоминание да то есть инфляции как события которые могут повлиять на деятельность компании здесь мы тоже видим новый рекорд который был зафиксирован уже в районе 285 компании с индексом 500 которые отчитались они говорили о том что инфляция может повлиять собственно на работу компании предыдущие такое значение было в предыдущем квартале но мы видим что постепенно да этот рост повышается то есть начиная там уже со 2 3 квартала двадцатого года но в целом опять же компания отчитывается довольно таки неплохо еще ряд компания читается также на этой неделе но позвала пожалуй из ключевых имен который стоит держать фокусе внимание это болмарт home depot таргет лоуэс они будут отчитываться на этой неделе соответственно также что еще у нас на этой неделе запланировано давайте посмотрим на календарь здесь в понедельник у нас будет выступление лагард во вторник данные по розничным продажам здесь ожидается снижение ну опять же как мы разбираем там входе инфляции потребительская корзина тоже подросла поэтому покупательская способность также она на текущий момент снижается также выйдут данные по ввп еврозоны пока показатель совпадает с предыдущим значением я имею ввиду прогнозный 2 и 2 процента а также будет еще на выступление лагард тоже во вторник в среду данные по запасам нефти выступление лагард до повторить все-все-все практически не держит из первые три дня здесь также европейская еврозона она будет вот под принцип под фокусом внимания а ну и в пятницу собственно тоже будет еще одно выступление лагард и розничные продажи выйдут по канаде на базовый индекс розничных продаж также будет опубликовать здесь мы тоже видим некоторые снижения и ну вот фактически по тем показателям который будет опубликовано этой неделе мы видим данное снижение по всем показателям поэтому вполне возможно что как раз то что рынки сейчас корректируются от максимума возможно что коррекция это будет более затяжной теперь давайте посмотрим по ключевым инструментом евро доллар мы здесь разбирали и говорили о том что у нас нисходящий канал все еще продолжается следующие области снижения сейчас мы затормозились на отметке 1 1450 если пробиваем также данное значение то вероятно снижение до 1 14 до 1 1350 нисходящий тренд продолжается поэтому поиск продаж как раз на коррекциях он здесь остается в приоритете потому что покупать сюда сейчас опять же это контр трендово и как мы видим подобные коррекции могут длиться довольно таки недолго последняя коррекция продлилась всего там три дня и после этого движение исходящие продолжают поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным но в свою очередь если говорить о начале как раз коррекционного восходящего движения если евро доллар сегодня сможет закрепиться выше максимум который будет сформировано в пятницу то тогда краткосрочная коррекция по евро доллару у нас может сформироваться а по британской валюте картина также похоже сейчас торгуемся на локальных минимумов за последние несколько лет ну фактически за последний год и сейчас опять же с точки зрения часового таймфрейма мы видели до попытки сегодня уже закрепиться выше максимум пятницы поэтому здесь краткосрочно как раз может получить развитие коррекция но общий тренд также остается нисходящий а по паре американский доллар канадский доллар но в принципе по американскому доллару мы видим укрепление до последнее время и соответственно здесь мы уперлись в область сопротивления который находится в области 126 от нее мы сейчас корректируемся поэтому вполне возможно что коррекция до 124 80 может сформироваться и дальше на восходящий тренд он продолжится ну и собственно сегодня мы видим тоже торговлю ниже до минимум пятницы что на самом по себе говорит о том что пока на текущий момент продавцы сильнее на покупатель но опять же это краткосрочное движение которое сейчас на рынке для сохраняется а по паре американский доллар японская иена торгуемся опять вблизи локальных максимум в первой половине ноября у нас была коррекция мы упали до 112 70 сейчас вернулись в эту область поэтому здесь пока мы видим не не хватает сил для того чтобы преодолеть область сопротивления которая была сформирована в середине октября на уровне 1 114 50 сейчас торгуемся вблизи этого уровня поэтому здесь я бы пока позиции не рассматривал но опять же общий тренд сохраняется восходящий поэтому покупки на коррекциях до после коррекции они здесь пока остаются в приоритете по паре австралийский доллар американский доллар здесь также начинает формироваться как раз восходящий тренд и в принципе сейчас мы находимся в области меня поддержки по данному инструменту как и по принципе по новозеландцу сегодня мы закрепились выше максимум которые были сформированы как раз пятницу поэтому здесь после коррекции если они произойдут со стоп лоссом заменю который был сыгран как раз пятницу здесь входы могут быть довольно таки интересно потому что как еще раз если мы посмотрим на дневной таймфрейм тут тренд у нас идет восходящий собственно сейчас мы отбиваемся от области поддержки по но вполне вероятно что область 7575 здесь как раз является сопротивлением куда мы можем я по данному инструменту прийти и картина также похожим с новозеландцем не можем уйти до ниже тех а выставки значений которые были меня поэтому здесь у нас опять также формируется восходящий тренд и сегодня мы переписали максимальные значения которые были сформированы в пятницу поэтому если будет коррекция там в область 70 72 4 то с этих уровней а также достаточно интересно рассмотреть данный инструмент для вход на продолжение тренда а золото но опять же на фоне роста инфляционных опасений а продолжает набирать обороты поэтому здесь показатель является как раз пробой и закрепление выше отметки 1833 уровня доллара за тройскую унцию эта область максимально значение которые мы видели в июле а также видели ее в августе и вот в этом месяце буквально пару ну на прошлой неделе мы закрепились выше этого уровня поэтому здесь технически да может произойти коррекция примерно также в эту область из которой уже опять же было бы интересно данный инструмент подбирать но общий тренд сохраняется восходящий а также я продолжаю держать акции меня золото добивающая компания да об этом я говорил также на акции компании баррик голд докупал в начале этого месяца ну как раз вот на фоне так тех инфляционных опасений я собственно бенефициаром от которого может выйти как раз и меня золото а по сэнпи мы на прошлой неделе видели коррекцию собственно локальный максимум сформирован 5 ноября до 4715 долларов по данному индексу а затем мы скорректировались до 4620 и собственно сейчас также индекс восстанавливается в пятницу мы обновили максимум четверга поэтому сейчас краткосрочно здесь у нас сохраняется тренд восходящий собственно теперь движемся вновь на обновление локальных максимумов но возможно как раз в умы инвесторов данные инфляционные опасения коррективы смогут внести но пока с точки зрения того что мы видим на графике этого пока не происходит на индекс dax а в отличие от индекса снт 500 уже на локальных максимум уже торгуется по максимальной цене сейчас да и собственно здесь пока общий тренд общее движение продолжается на укрепление данного индекса соответственно опять же заходить сюда по локальным максимум не совсем разумно шортить еще более опасно поэтому если вы будут формироваться коррекции то после них имеет смысл также заходить именно в этот инструмент а по нефти по нефти марки бренд здесь пожалуй такой переломный уровень находится на отметке 80 долларов и 80 центов за баррель нефти марки бренд если мы сможем пробить данное ценовое значение то вероятно коррекция по данному инструменту усилится а так локальный максимум у нас по нефти был сформирован уже в области 86 до этого уровня мы сейчас подупали и собственно сейчас находимся в нисходящем тренде да в нисходящем движении но вполне вероятно что из этого уровня можем отскочить и не в себя также еще покажет ну и по другим индексом долл джонс также корректируется от локальных максимум которые были сформированы в ноябре nasdaq тоже ну плюс-минус та же самая картина да сформирован исторический максимум и nasdaq скорректировался но сейчас уже цена по нему восстанавливается а также что я хотел рассказать и на на что хотел обратить внимание наши слушатели и но принципе тот такой минимальный ресерч который можно делать по акциям которые можно рассматривать для добавления со портфель это как раз ну пример пользоваться сайтом финвиз для поиска акций здесь я добавил акции которые входят в индексы смп 500 и которых в течение месяца показали на падение более 10 процентов как мы видим здесь сейчас 12 компаний и по крайней мере на них можно посмотреть давайте посмотрим начнем не по порядку я разберу только лишь несколько компаний модерна да наверное слушатели помнят я добавлял эту акцию свою портфель как раз перед отчетом потому что с одной стороны компания сейчас находится на максимум своей востребованности колоссальный рост продаж да то есть на несколько тысяч процентов судя по сайту финвиз и собственно пир и шо там 14 и 2 сейчас форекс пи 87 поэтому я для себя акции этой компании добавлял и в принципе планирую еще усредниться да то есть этого только одну акцию поэтому есть еще запас что я могу данную позицию усреднить поэтому вот акции этой бумаги также выглядит довольно таки неплохо в этом случае и я в принципе по остальным показателям тоже довольно таки все хорошо поэтому по крайней мере фокусе моего внимания эта бумага находится я за ней буду следить а также еще акции бума компания paypal они довольно таки сильно просели давайте посмотрим сразу же там недельный таймфрейм да то есть мы видели что локальный максимум в районе 300 300 10 до примерно сюда мы доходили как раз феврале этого года там же мы были летом этого года носим сейчас вот акции довольно таки сильно просели да сейчас торгуется в районе двухсот как раз после отчета который выходил там 8 ноября компания все еще дорога по мультипликаторам до пи рейшу 50 ворпи 38 но в целом это растущий меня бизнес да то есть неплохо растут продажи до год году мы это видим и и ps в 20 году тоже вырос довольно неплохо да то есть целом опять же подобные бумаги на таких коррекция довольно неплохо подбирать здесь опять же может быть загружать не полностью там на весь объем который подходит для вашего портфеля но какую-то часть него тоже добавить поэтому вот paypal тоже довольно таки интересен twitter via com да вот эти бумаги еще также просели также и bm ну давайте посмотрим по twitter а здесь опять же если посмотреть месячный таймфрейм тут локальный максимум которые были в районе 80 сейчас мы торгуемся по 50 как раз подходим к области поддержки и в принципе тоже интересная компания да в двадцатом году был отрицательный ps но в принципе продажи растут да то есть принципе тоже довольно таки интересная бумага для добавления в портфель как раз вот после той коррекции которая была via com ну как раз вот после тех событий которые были с фондом который набирал да с плечом данную бумагу и когда их шортил как раз данную бумагу потом упали до в районе 40 ну в целом опять же пирэш у 7 до форвард и 9 дивиденды 2 и 7 то есть принципе все в компании неплохо долгов не так много то есть да это не растущая компания это больше такой уже сформировав шаяся бумага который в принципе сейчас торгуется по неплохой цене конечно по 100 она была в максимально перекуплена сейчас фактически цена в три раза ниже поэтому здесь здесь я тоже думаю что по этой бумаге немного усреднюю здесь я поход заходил по в районе 40 до в данную бумагу по ibm ну скажем так кто-то может сказать что эта бумага компания которая уже несколько устарела да и тем не менее у компании есть определенные разработки которые они делают и с точки зрения показателя опять же пи 23 форн пи в районе 11 именно дивиденды 5 и 5 данный текущий момент к текущей цене то есть это довольно таки неплохо ну правда высоко ватт и play out рейшу то есть принципе такие бумаги сильно загружать там даже если вы делите например один процент на бумагу здесь я бы не стал но там например три десятых процента до то есть купить одну-две бумаги в принципе ну может быть более сейчас цена довольно таки неплохая опять же практически в там на 40 процентов мы откатились от локальных максимум которые конечно были 2013 году но тем не менее то есть здесь на нее тоже не имеет смысл обратить внимание ну и принципе по прогнозам да то есть здесь есть разные цены то есть от 172 до 176 170 140 в принципе пока мы торгуемся ниже тех ожиданий которые закладываются аналитиками в эту бумагу вот это еще один такой пример опять же здесь все эти бумаги которые показал они я не говорю о том что вы там добавлять свой портфель и я здесь показываю про свой пример также когда я обращаю бумагу внимание на бумаги исходя из того что у нас индекс находится на локальных максимумах да все на исторических максимум но отдельной бумаги проседает поэтому стоп пикинг из тоже я может помогать для того чтобы балансировать свой портфель максимально эффективным образом у нас продолжается все отчетов неделя также может быть довольно интересно следим за как раз данными по инфляции как на это будут реагировать инвесторы ну а с моей стороны это все не забудьте поставить лайк этому видео если вам понравилось вопрос оставляйте в комментариях но мы с вами увидимся в следующем видео и посмотрим что у нас происходит на рынке и на что важно обратить внимание всем спасибо за внимание и до свидания